Изначально, когда я приехала в Венюс, я приехала туда отдыхать 8 марта, никакой паники не было, хотя информации о коронавирусе уже достаточно было и она немножко смущала, но никакой народной паники не было. Через неделю в городе уже на улицах никого не было вообще. И когда я приходила к аптеке в центре города, людей они впускали, то есть люди заходили к одному в аптеку, их обслуживали, они выходили обратно. И, собственно, мы приняли решение, как можно скорее возвращаться в Россию, потому что информации из СМИ очень много было о том, что государства постепенно начинают закрывать свои границы. Три раза переносили рейс. Я должна была вылететь в 9.05 в понедельник, а вылетела в час или в 12.30 в тонко. Когда мы прилетели в Москву, никого не выпускали с самолета, зашел мужчина в белом костюме, то есть полностью закрытый человек в белом костюме, который проверял каждому температуру. Следом за ним проходила, кажется, женщина в белом костюме, также полностью закрытая в очках маска, которая раздавала каждому маску, потому что выйти из самолета без маски, как я понимаю, было нельзя. Следующий шаг. Мы заполняли документы о себе, типа, где мы были, сколько мы были, наше место, нашу авиакомпанию, наш рейс. И после этого мы выходили из самолета. Как раз я прилетела в терминал F в то пространство, где сделана лаборатория. Там очень много медиков было. Они были все, конечно, в масках, все в перчатках. Всех пропускали через одну стою по регистрации. И все, я не проходила никакого смыслом. По факту я не знала, что мне делать дальше. Ну, то есть вот я приехала, и какой следующий мой шаг? Я дозвонила, сдавала под предназором. Там мне сказали, что ни в коем случае вам нельзя никуда ходить, не сдавать анализы самостоятельно, ничего нельзя. Вам нужно самоизолироваться. Я дозвонилась до инфекционного отделения, того места, где я сейчас живу, ко мне должны прийти, и я должны дать анализ на коронавирус. Из инфекционного отделения мне звонят каждый день. Они уточняют, с кем я контактирую, с кем я не контактирую, живу я в изоляции или нет. И спрашивают, как у меня свое самочувствие. Нет у меня каких-то ухудшений. Спрашивают у меня по температуре. Иногда я прям даже говорю женщине по телефону, меряю температуру, потом не говорю. Я 24 на 7 одна. Да, я заказываю еду. Иногда мне ее приносит мама. Я спускаюсь вниз на первый этаж на улицу в маске. Забираю у меня пакет на большом расстоянии. Учусь рисовать. Я много ем. Я смотрю сериалы. Я работаю. Я разговариваю с друзьями по фейстайму. Постоянно протираю пыль, протираю полы. У меня нет грязной посуды. Мне кажется, сейчас самое главное, чтобы каждый человек внутри себя принял решение самоизолироваться как-то. Вот. Это самое главное.